Всем привет! Рад приветствовать всех на своем канале! Сегодня у меня в работе вот такие ручки. Это моя работа, видео уже есть на моем канале. Ссылку оставлю в описании под этим видео. Первым делом убираю длину, затем снимаю все предыдущее покрытие до тонкой подложки. Ноготки относились хорошо, трещин, поломок не было. Были буквально две небольшие отслойки. Поэтому долго на снятии материала сдерживаться не буду. Работаю, как всегда, на 25 тысячах оборотов. Сегодня взяла в работу керамическую фрезу. Фрезой сразу немного закругляю углы, чтобы потом пришлось меньше пилить пилкой. Укреплять эти ноготки я буду в два этапа. Сначала полигелем, затем гелем. Апельсиновая палочка аккуратно отодвигаю кутикулу. На этих ручках кутикула отодвигается очень хорошо. На этих ручках кутикула практически не прилипает. Пилочка 189. Приступаю к опилу ногтевой пластины. Убираю глянец от рожей части ноготки. Не нажимая на пилочку, приподнимаю чешуйки. И выравниваю ногтевую пластину после фрезы. Глянец от рожей части ноготка нужно хорошенько убирать, так как если будут глянцевые проплешины, там появятся сойки. Сильно на пилочку не надавливаю, так как мне нужно не перепилить ногтевую пластину, а всего лишь приподнять чешуйки. После опила буду обезжирить и деглировать ногтевую пластину. Буду наносить бескислотный праймер. На две трети ноготка не задеваю под кутикульное пространство, так как маникюр я еще не делала. И ровно точно так же буду наносить каучуковую базу тонким втирающим слоем. Просушу в лампе 30 секунд. Полигелем буду укреплять нижние две трети ноготка. Здесь я уже сразу приступаю к опилу укрепленных ноготков полигелем. А к сожалению участка там где я укрепляла их полигелем не будет, так как я не заметила, что моя камера не включилась и я не сняла этот кусок. После опила я буду делать комбинированный маникюр, а затем одну третью кутикулу буду укреплять гелем. Сейчас я уже буду выводить окончательную форму ноготков. Клиентка попросила как всегда зауженный миндаль. Сегодня на этих ручках я буду делать комбинированный маникюр. Начну с фрезы пламя на 17 тысячах оборотов, буду проходить все под кутикульное пространство, осторожно поворачивая в синусах, не носиком, а бочком и хорошенько прочищая боковые валики. Периодически всю лишнюю пыль буду убирать щеточкой для того, чтобы хорошо видеть весь лептеригий я убрала и не перепилить ногтевую пластину. Работаю сначала на форварде, а затем переключаюсь на реверсе и прохожу все то же самое, только в обратную сторону. Затем фрезу поставлю немножко перпендикулярно ноготку и приподниму кутикулу для лучшего среза. Кстати, здесь видео я не ускоряла. А вы пожалуйста не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео, а также ставить лайки и писать комментарии. И еще буду рада видеть вас и в своих других соц. сетях. Ножничками аккуратно буду срезать всю лишнюю кутикулу, аккуратно поворачивая в синусах. А зашлифовывать срез после ножничек сегодня я буду корбито-силиконовым шлифовщиком. Работаю где-то на 4000 оборотов. Ну и вот такие ноготки у меня получились. Обезжириваю и дегидрирую ноготки, наношу бескислотный праймер только на часть там, где натуральный ноготок. И на ту же самую часть буду наносить каучуковую базу тонким втирающим слоем. Здесь я кисточкой немного себе помогу подвести базу ближе к кутикуле боковым валиком. Просушу в лампе 30 секунд и уберу липкий слой. И теперь буду укреплять ноготки гелем, но укреплять буду только верхнюю 1 треть ноготка. Плавно ее стягивая к центру и выстраивая недостающую архитектуру. Как всегда капельку геля наношу кисточкой потолще, а ближе подтягивать кутикуле боковым валиком и растягивать на поле гель буду тонкой кисточкой. Так мне удобнее работать. Затем переверну ноготок и отправлю в лампу на просушку на 1 минуту. Работаю как всегда конвертным способом. Уже начинается предновогодняя суета и я постараюсь сейчас видео выпускать чаще. И в следующем видео будет небольшая интересная распаковка. И еще после укрепления этих ноготков гелем я сделаю легкий опил именно перехода от геля к полигелю. Сегодня дизайн у меня будет не сложным. Это всего лишь красные и черные блестки. Но перекрыты они будут особенным топом, каким вы увидите в конце. А я пока аккуратно отодвинула пушером кутикулу. И сейчас буду прокрашивать ноготок черным гель лаком с блестками. Блестки там разных размеров и очень красиво переливаются. Камера не передает весь этот блеск. Ну и тонкой кистью ее я выстригала сама. Подвожу цвет ближе к кутикуле боковым валиком. На одной ручке у нас будет один черный ноготок, а на второй ручке два. Перекрывать ноготки черным цветом буду в два тонких слоя. Все остальные ноготки у нас будут оранжевые. Но кстати на видео кажется, что это красный цвет. Но в жизни это реально оранжевый. Это блестки в полупрозрачной основе. Буду наносить на ноготки в два средних слоя. И третий слой будет очень тонкий. В принципе мне для перекрытия ноготка хватило бы и два средних слоя. Но я решила подстраховаться и третий раз просто промазала ноготки цветом. На первом слое он пришивит. И тонкой кистью буду помогать тебе подраспределить блестки. Этот цвет очень красивый, но не очень удобный в нанесении. Но он стоит того, чтобы с ним повозиться. Кстати сейчас у меня пошел большой запрос на красный цвет. Напишите пожалуйста в комментариях, а как у вас обстоят дела в этом году с красным цветом. Блестки в этом гириллаке находятся разных размеров. Поэтому они придают небольшую шершавость. И в конце я буду делать выравнивающий слой топа. Обычно я небольшой плоской кисточкой наношу эти блестки. Так как они находятся не во флаконе, а в баночке. Такие блестки у меня есть еще серебристые голографические. В темно-синем цвете, темно-вишневом и фиолетовом. И они все смотрятся очень круто на ноготках. Черный цвет кстати тоже имеет небольшую шероховатость. Поэтому буду перекрывать все ноготки легким выравнивающим слоем. Ну и изюминка этих ноготков я буду перекрывать топом. Но это не обычный топ без липкого слоя глянцевый. А топ с мерцающими частичками. Они имеют голубоватый оттенок и очень красиво переливаются и мерцают. Как я уже говорила, перекрываю ноготки всем легким выравнивающим слоем. Этот топ просушиваю в лампе тоже одну минуту. Фрезой аккуратно выпиливаю все лишнее изнутри. И делаю визуализацию торцов. То есть торцы кажутся тоненькими, но хрупкими они не являются. Так как я спиливаю все лишнее под небольшим углом. После фрезы доровняю торец пилочкой. Этот опил придаст большей четкости ноготкам. Ну и вот такая красота у меня получилась. Жаль, что камера не передает невероятного блеска ноготков и мерцания топа. К сожалению, ссылку оставить на этот топ я вам не смогу, так как этот магазин уже закрылся. А я на этом буду с вами прощаться. Всем до встречи. Успехов! Субтитры сделал DimaTorzok